На портале 37.ru, который делают наши коллеги из Иваново, есть регулярная рубрика «Личный имиджмейкер». Механика самого проекта достаточно проста. Мы берем человека разных профессий, разных склонностей, разного режима жизни и создаем для этого человека образ с помощью профессиональных имиджмейкеров, с помощью профессиональных стилистов. Вот как этот проект выглядит. У него есть баннер промотирующего, это уже большой-большой плюс. Вот у нас девушка, бизнес-тренер, как она выглядит до того, как с ней поработали специалисты. Вот мы ее покрасили, чудесный фоторепортаж, и мы видим преображение человека. Мы знаем эту механику, мы знаем этот принцип по многим телевизионным проектам. Но когда такие проекты работают на вашем сайте, и в качестве героев там участвуют люди, которых в городе знают, то эффект совершенно другой, нежели чем это показывается по федеральным каналам. Вот как этот проект выглядит. Он уже сам по себе хорош, но я хочу вам показать один сервис, который поможет такого типа проекта сделать богаче и интерактивнее. Сервис называется вот таким страшным, слабо выговариваемым словом, но имея ссылочку, можно даже это слово и не выговаривать. Что этот проект делает? Он делает слайдер из фотографий до и после. Причем делает это достаточно просто. Для того, чтобы наш слайдер заработал, нам нужны две фотографии. Фотографию до и фотографию после. Они у нас в рамках этого проекта есть. И важно, что эти фотографии уже лежат где-то в сети, то есть нельзя загрузить фотографию в этот конкретный сервис. Но если у вас есть фотографии, которые размещены в сети, и вот самое важное, чтобы в конце была обязательно точка JPEG, потому что многие социальные сети и фотохостинги не дают вот этой конечной ссылке, ее надо выковыривать. Если у вас фотографии лежат на сайте, то вот этот оригинальный адрес, он у вас будет. Ну и, собственно, когда это было, до и после. Конечно, важно, чтобы фотографии были приблизительно одинакового размера, чтобы вот этот эффект слайдера, он у вас сработал. Если вы будете использовать этот инструмент регулярно, то вы уже будете фотографу ставить задачу сфотографировать девушку именно в таком ракурсе, в котором можно было бы этот слайдер скомпоновать. Но даже вот в таком варианте у нас вполне получилась такая интересная трансформация, которую можно посмотреть в рамках одного экрана. Дальше вы выставляете границу, как вы хотите, чтобы она показывалась изначально, то есть чуть-чуть бывший, чуть-чуть настоящий. И внизу у нас есть код. Вот такой код мы вставляем. Но очень важно, что один раз вам нужно на сайте, программисты вашей садмины и веб-мастера знают, вам на сайте нужно будет вставить вот этот общий код для того, чтобы такие слайдеры у вас на сайте показывались. Программисты ставят код один раз, а затем вы уже в рамках проектов регулярно вставляете вот тот код на ту страницу, которая показывает ваши конкретные трансформации, вашу конкретную работу с героем проекта. Вот такой простой инструмент, который можно использовать в проектах. И вот такой хороший проект, который делают в Иваново. Сила. Медиа. Путешествие по мультимедийным мирам с Оксаной Силантьевой.